После победного парада россиян ждет важный период подготовки и голосования по изменениям в Конституции. В ходе оперативного совещания, которое состоялось в формате видеоконференции, Александр Бастрыкин отметил, что соблюдение конституционных прав граждан является одной из важнейших задач. Глава ведомства поручил сотрудникам Следственного комитета заранее наладить взаимодействие с правоохранительными органами, избирательными комиссиями, органами государственной власти, чтобы обеспечить соблюдение закона при голосовании. Вы, как руководитель следственных управлений, должны организовать своевременное и квалифицированное реагирование на возможные преступления, связанные с нарушением избирательных прав, противоправную агитационную деятельность, провокации на избирательных участках, несанкционированные протесты и протестные акции и так дальше. Одной из ключевых стала тема возвращения уголовных дел для дополнительного расследования или доработки. Александр Бастрыкин отметил несколько управлений, сотрудникам которых следует провести работу над ошибками. Анализ показывает, что основными причинами возвращения дел на доработку является все то же самое, о чем мы постоянно говорим. Неполнота проведенного следствия, допущенные нарушения прав участников уголовного судопроизводства, технические ошибки при составлении процессуальных документов. И мы с вами об этом недавно достаточно подробно говорили. Обсуждая тему 75-летия победы, Великой Отечественной председатель Следственного комитета отметил работу следователей по взаимодействию с поисковыми отрядами, которые в ходе раскопок обнаруживают останки погибших людей. Это расстрелянные красноармейцы и мирные жители, которых в годы войны уничтожали тысячами, не щадя ни детей, ни женщин, ни стариков. Александр Бастрыкин поручил подчиненным обратить внимание на преступления фашистских оккупантов и продолжать устанавливать виновников массовых убийств. Таким преступлением нет срока давности. Продолжение следует...